Никита Сурков — это продуктовый директор компании «Френдворк». Сегодня он будет говорить на тему о том, как развивать HR-бренд, даже если вы в этом ничего не понимаете. Никита, тебе слово. Всем привет. Я только что узнал, что я с Оксаной выступаю back-to-back. Это очень забавно, учитывая, что в Huawei, когда Оксана работала, это я ее туда нанял. И долгое время мы с ней вместе строили команду подбора. Поэтому приятно очень видеть, что люди, с которыми ты работал, учил их и сам учился, собственно, тоже выступают с тобой рядом. Это очень приятно. Так, одну секундочку, я учу презентацию, пожалуйста. И будем... Да. Так, скажите, пожалуйста, видно ли вам экран? Я начинаю шеринг. Да, все видно. Отлично. Итак, дайте я, пожалуйста, еще отключу секундочку все вещи, которые могут нам мешать. Так, ну что ж, давайте, давайте начинать. Да, сегодня буду рассказывать про то, как развить HR-бренд, даже если вы в этом особо ничего не понимаете. Давайте, значит, расскажу быстренько вкратце про себя. Я очень долго управлял агентством NP-Hire. Это было мое агентство. Мы... Про это нет, вот на слайде, но, в общем, это один из моих самых таких больших и успешных проектов. Мы были одним, ну, в общем, небольшим, но очень популярным агентством на рынке раньше. После чего я учился программированию в 42 School в Сан-Франциско. Это такая классная школа, где без преподавателей, но, в общем, огромные залы с матбуками, где ты сидишь и учишься у компьютера, как программировать. После чего я открыл, создал Вендерсорсинг. Это платформа для ИД-подбора. Там есть очень-очень-очень много, 7 миллионов резюме это специалистов. Мы сейчас обновляем базу, поэтому их будет еще больше. Из России, Европы, так что, в общем, welcome. И преподавал IT-рекрутинг в видеологии Skillbox. До сих пор в Skillbox есть курс по IT-рекрутингу, в котором я веду значительную его часть. Так, ну, теперь, значит, поговорим вообще, какая сегодня тема нашей замечательной встречи. Давайте я поставлю секундочку себе таймер, чтобы не пропустить тайминг. Я думаю, меня ребята поправят, если что, но в любом случае. Сегодня будем говорить про employer brand и о том, как его начать строить в компании или как его улучшить. Потому что всегда есть простор для улучшения. Это очень важно. Я сегодня не буду вдаваться глубоко в метрики какие-то по employer brand, какую-то науку за тем, как он строит тем. Коротко расскажу, что работает, что не работает. И чтобы понять, что работает, нужно сначала окунуться в то, как employer brand выглядит в мире в данный момент. Давайте смотреть. Значит, у нас здесь исследование Workforce Insights. Это Ренстед. Это товарищи, которые делают глобальные исследования. Они провели исследование в 2021 году, в этом году. Оно, кстати, продолжается, по-моему, даже. В котором они опрашивают сотни тысяч людей, 190 тысяч респондентов в 34 странах. Это было летом. Мне кажется, что сейчас это должно быть в два раза больше. Более того, когда я последний раз проверял, из России было порядка 15 тысяч человек, или 16, что, в общем-то, плюс-минус соответствует почти 10% опрошенных. Так что, если вы смотрите здесь на регионы бывшего СНГ, то увидите, что это, в общем, по большей части России. Ну, итак, да, что сейчас самое главное в 2021 году? В 34 странах самое главное, то, что люди назвали для них важным. Первое – это зарплата. Все так же, как в 2020 году. В общем, у нас ничего не поменялось. На первом месте зарплата. То есть люди хотят как можно больше денег. И это нас, на самом деле, как бы наталкивает на мысль, что, возможно, имеет смысл убрать немного бенефита, но добавить чуть-чуть к зарплате. То есть вот этот вот небольшой бонус зарплатный, он, скорее всего, даст вам большой приток кандидатов хороших. На втором месте у нас work-life balance. Сами понимаете, что с ковидом 2020-2021 год они перестали… ну, то есть у большинства людей work-life balance, как понятие, просто исчез. Я вот лично утром просыпаюсь, кладу в рот сэндвич, беру ноутбук, беру кофе и все, и работаю. Вечером я допиваю свой чай, закрываю ноутбук, падаю спать. Work-life balance очень… ну, такой ритм, на самом деле, достаточно сильно выматывает. Поэтому многие люди, не я, хотят хороший work-life balance. 58% диспандентов указали, что им важно. 56% – это job security. Ну, тут понятно, да, что очень хочется, чтобы тебя не уволили, причем желательно, чтобы не уволили одним днем или как-то коротко. Поэтому очень важно людям понимать, что когда и как они могут распрощаться с работой. Четыре – это атмосфера на работе. Ну, тут тоже понятно, да, еще раз, из-за того, что мы стали все больше работать, атмосфера на работе стала играть, в общем-то, достаточно важную роль. И на самом последнем из пяти правных мест – это возможность карьерного роста. Все, что ниже, тут не рассматривается. Давайте дальше пойдем. Поговорим немножечко про Россию против мира остального. Так вот, две-три себя прошлых заявили, что чувствуют себя более лояльными к своим работодателям в зависимости от того, насколько хорошо их поддерживали сначала COVID. Если в COVID работников поддерживали, хотя бы, там, идти за добрым словом, то и компания пыталась удержать работников, не увольнять их и не сокращать максимально, то они более лояльны к своей компании, чем те, которых как-то, скажем так, обидели, да, в этот момент. Хорошая зарплата и льготы – это самый важный фактор во всем мире. Но обратите внимание, пожалуйста, что в России, точнее, не в России, а в ЦИС, да, ЦИС – это СНГ страны, зарплата идет с огромным отрывом впереди. То есть, если в Северной Америке зарплата только 63% важна, потому что она в целом, зарплата достаточно неплохая, то в СНГ, еще раз, из которого любимые доли респондентов из России, это 78%. То есть, в общем, почти 100% людей говорят, что, в общем, 4,5-5 опрошенных хотят большую зарплату. И зарплата для них важнее всего. На втором месте в России, обратите внимание, в Америке work-life balance, да, то есть, чтобы, в общем, можно было как-то еще и жизнь вести какую-то, да. А в России им очень хочется, чтобы организация была финансово стабильной. То есть, чтобы не было такого, что она там может как-то, ну, в общем, по сути, это и есть job security, да. Если компания финансово нестабильна, то она может легко уволить большое количество сотрудников, чтобы сократить затраты. Вот. На третьем месте карьерные продвижения, на четвертом месте хорошая атмосфера в коллективе и интересная работа на последнем месте, обратите внимание. Вот. Не будем останавливаться сейчас на Америке и Европе. Я думаю, вы сами сможете посмотреть эти слайды, когда вам вышлют презентации. Я просто думаю, что еще раз, ну, вот такая вот история, что проще где-то урезать действительно еще раз бенефиты и постараться дать работникам зарплату повыше, тогда вы будете просто больше получать гораздо. Дальше. Коротко расскажу, вот опять же, про Оксану. Оксана в Сбербанке работает. У меня тут небольшой кейс по поводу Сбербанка, по поводу Соббатиков. По крайней мере, то, что я про него знаю, что это неоплачиваемый отгул на год. В мире Соббатиков оплачиваемый. Это не значит, что вам платят полную зарплату все время, что вас нет. Но какую-то минимальную сумму ежемесячно вам перечисляют, чтобы в случае, если у вас там совсем ничего не получилось, чтобы у вас были деньги купить себе буханку хлеба. Что такое, да, не забыл сказать, что такое Собатиков? Собатиков – это оплачиваемый долгосрочный отпуск сотрудников. В Сбербанке эта история немножечко странная. То есть они попытались как-то сделать из этого пиар-повод, но, на мой взгляд, получилось немножечко странно. Сделал все в чем. Допустим, я вот руководитель какого-нибудь человека, разработчика. Ну, вообще, на самом деле, любого человека. Он ко мне приходит, и, во-первых, он у меня спрашивает, он должен спросить у меня разрешение на то, чтобы ему пойти в этот Собатикал. В мире для Собатикала разрешение не нужно. Вы просто пишете заявление, оно одобряется. Ну, то есть его не могут не одобрить, да. И вы с этим разрешением выходите в Собатикал. В России возможно при непосредственном согласовании с руководителем. В чем проблема? Я руководитель. У меня ко мне приходит человек, и говорит, что он хочет год, где-то погулять. Что он будет делать? Учиться, стартап, делать еще что-то. Я должен сохранить ему его рабочее место, чтобы через год он вернулся и мог продолжить свою работу. Если он не хочет продолжать через год, тогда я потеряю эту ставку, как бы этого сотрудника. Соответственно, мне нужно в кратчайшие сроки найти этому человеку замену. Если он целый год будет заниматься, я не знаю, допустим, он программист, а решил цветочки поворачивать, то у него навык программирования, скорее всего, отойдет на второй план. Соответственно, мы не знаем, что вообще будет с навыками этого человека через год. Особенно в быстроразвивающихся сферах, это вообще большая проблема. Несколько месяцев не посредил, уже все, а тут кой. Значит, дальше получается, какую ставку мне брать для человека, вместо человека, который ушел. Это декретная ставка, это какая ставка? Совершенно ничего не понятно, к сожалению. И, ну, в общем, пожалуйста, не делайте так. Хороший был пиар-повод, но с реальным миром сочетается, к сожалению, не очень хорошо. Быстренько расскажу про Workplace Motivation от Дэна Пинга. Есть такой товарищ, Дэн Пинга, он написал книгу по мотивации на рабочем месте. Значит, поехали быстренько. Одну секунду, я посмотрю какой-то слайд. Я не могу посмотреть какой-то слайд. Ну, ладно, буду просто быстрее идти немножко. Итак, значит, три вещи, которые интересуют сотрудников, и не сотрудников, а кандидатов, скорее, на рынке больше всего. Я сразу хочу сказать, что не существует мотивации на деньги. Пожалуйста, забудьте про это. Я сейчас говорил, мотивация является, неправильно, денежное вознаграждение является одним из главных моментов при трудоустройстве, но мотивации на деньги не существует, потому что мотивация, в принципе, она не может быть на что-то абстрактное. Точнее, не так. Деньги – это способ достижения какой-то цели. Допустим, я хочу айфон. Для того, чтобы мне купить айфон, мне обычно нужны деньги. Можно еще на что-то его поменять. Деньги – это универсальная валюта. Поэтому, не может быть, сами деньги по себе, они не имеют ценности. Имеют ценность айфон, еда в холодильнике, не знаю, большая квартира, еще что-то такое. Поэтому очень важно, что, в общем, старайтесь не ориентироваться на деньги, когда пытаетесь кандидата замотивировать прийти к вам в конкурс. Несмотря на то, что это важно, это не является мотивационным фактором. Это является дополнительным, стимулирующим фактором, который, тем не менее, стоит на первом месте. То есть люди выбирают по деньгам, но я сейчас дальше порасскажу, почему это просто не совсем верно. Лучшие таланты на рынке, они не за деньги приходят работать. Точнее, за деньги тоже, но в первую очередь за чем-то другим. Нам нужно нанимать лучших, а поэтому нужно понимать, как с ними скоммуницировать. Итак, три фактора повышения производительности и удовлетворенности на рабочем месте. Первое – автономность. Автономность и желание выполнять задачи без постоянной проверки сверху или, в общем, отсутствие микроменеджмента, если совсем коротко. Очень важно, что человеку, который приходит, если это какой-то джуниор, совсем начинающий специалист, то для него автономность не нужна. То есть он должен постоянно учиться. Чем чаще его проверяют, тем быстрее он научится, тем лучше он будет дальше делать свою работу. Но и наоборот, человек, который приходит с большим опытом, ему как раз автономность нужна большая. Его не должны постоянно проверять. Ему должны дать определенную долю ответственности, которую он должен хорошо выполнять. Дальше – мастерство. Мастерство – это удовлетворение, которое вы испытываете от изучения чего-то нового. Тут тоже очень просто. Начинающий человек приходит за мастерством. Чем более часто бывает говорят, вот я не могу нанять никаких хороших там супер-дупер-специалистов. Так, ну, есть другая стратегия. Берете, открываете вакансию для молодых с горящими глазами, как это у нас называется. Делаете очень хорошую, очень короткую систему обучения, которая за 2-3 месяца превращает этого человека с просто прохожего на улице, да, в супер-дупер-специалистов. И вот, и это и утилизируете, нанимаете людей на маленькую зарплату, но зато их учите. В большой компании бы их не дали, не стали так учить активно, поэтому вот так. В общем, опять же, мастерство для начинающих важно, а для тех, для людей опытных, им хочется не нужно больше учиться, они уже научились в предыдущем месте, они хотят теперь прийти и применить. Поэтому, опять же, ну, смотрите, что кому продаете. Чем старше, тем меньше нужно говорить про то, что мы вас научим, и тем больше, ну, чем старше позиции, в смысле. Значит, меньше надо учить, больше говорить про то, что вот вы сможете применить свои навыки там-там-там-там-там. И последнее – это цель. Цель у каждого своя, но является, ну, в общем, главным драйвером у большинства людей. Очень важно, что цель, purpose, да, это не то, куда вы хотите прийти, но в каком направлении вы хотите двигаться. Поэтому, наверное, цель – это не очень хороший перевод, но другого нет. Ну, направление, но это тоже не совсем плохо. Поэтому я дальше буду использовать, стараться, слово purpose. Purpose, еще раз, это какая-то жизненная такая мечта, какая-то жизненная амбиция, которую, в общем, иногда хотят воплотить. Цели бывают трех типов. Личная цель, соответственно, для себя, да, по сути. Не знаю, победить в каком-нибудь соревновании, сделать лучший проект, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, такие. Исключительно, чтобы вырасти в карьере, научиться и так далее. Социальная цель возникает из объединения людей. Это, может быть, работа на семейный бизнес или там, ну, в общем, когда вы к какой-то группе людей присоединяетесь и работаете. Например, ну, вот на грани социальной цели и общественно полезной, это какое-то там написание кода для open source проекта. Вот. В общем, социальная цель – это еще раз на благо общества. Есть общественно полезная цель, тут, наверное, надо разделить, да. Общественно полезная – это, например, экология. Социальная цель – это, не знаю, ездить в дом престарелых там с какими-нибудь концертами, да, бесплатно. Вот. То есть, очень важно, они вот часто пересекаются, но, тем не менее, важно уметь их разделять. Социальная цель – это для общества, а общественно полезная цель – вообще для чего угодно. Да, то есть, экологически чистые продукты, какой-нибудь там лечить птичек, собирать домашние, шестлетьих, уличных животных, устраивать их, отдавать их в добрые руки и так далее. Вот. Поэтому, в общем, да. Как правильно коммуницировать с перпосом? Собственно, самое основное, важно понимать, что самое основное у людей – это перпос. Почему я бы говорил про деньги до этого и про то, что они в целом не так важны? Еще раз, деньги – это способ просто удалить свои потребности. Но самая главная потребность у нас, одна из, просто, конечно, пирамиды Маслов, да, потребности в самореализации. А что есть в этой самореализации? Например, кто-то там мечтает, я не знаю, птичек лечить. И если вы этому человеку дадите какую-то зарплату, которая удовлетворит его потребности более-менее, но при этом она будет, как бы, его перпос будет полностью закрыт, то он очень, ну, то есть, такой человек всегда выберет компанию, где у него будет перпос, чем где у него перпоса этого нет. Поэтому очень важно, еще раз, правильно коммуницировать. Каким образом коммуницировать перпос? Очень просто. Заберете эти пять вопросов, пишете на них ответы, и у вас все получается. Почему мы хотим нанять человека? Тут очень важно, да, то есть, нужен ли вообще в этот департамент, в это конкретное юрлицо, в эту компанию, новый человек? Или мы можем, ну, в общем, действительно ли он нужен? В том числе, с точки зрения личностного какого-то момента, да, может быть, у нас все в коллективе очень угрюмые, надо нанять кого-то веселого, чтобы это разбавить, например, да. Ну, то есть, причин может быть много, это одна из. Дальше. Почему существует эта позиция? Важно разделять человека, которого вы наймете, позицию. Человек может подходить под позицию, может не подходить под позицию. И поэтому очень важно понимать, ну, как бы, какая цель у этой позиции, да, что должен специалист делать в этом месте. Дальше. Почему им нужен департамент? То есть, ну, тут очень просто тоже, да. Что этот департамент позволяет этой компании делать такого, что ее развивает, делает ее лучше. Почему компанию ценят клиенты? Очень важно. И можно даже и про демарк. Первый департамент тоже самое сказать, почему его ценят клиенты. И что мы помогаем нашим клиентам делать лучше. Вот. Если у вас ответ на хотя бы, ну, то есть, если хотя бы на три вопроса есть ответы, то уже неплохо. Если пять, то прекрасно. Если у вас меньше трех, то нужно всегда подумать, действительно ли нужна данная позиция. Потому что просто будет очень сложно ее коммуницировать. Итак, быстренько расскажу про принципы хорошей вакансии. Хорошая вакансия неинтуитивна, имеет много конкретики, цифры, даты, ну, то есть, много информации, чтобы у человека было интересно ее читать. Вызывает интерес и любопытство, не заставляет задуматься. Расскажу коротко про принципы сексесса. Это не универсальные, как бы, не универсальные, как бы, извините, я немножечко это, сложно мне сейчас рассказывать, потому что у меня в данный момент аритмия, но, в общем, пытаюсь держаться. Поэтому буду чуть-чуть заговариваться. Да, это не универсальная штука, которая позволяет сделать любую вакансию идеальной, но она как бы делает так, чтобы ваша вакансия больше располагала людей к себе. Поэтому поехали. Собственно, сексесс, вы видите здесь, да, S-U-C-C-A-E-T-S. Ну, к сожалению, без последнего сексесс такой, ну, не важно. Итак, первое, что важно, это простота. То есть вакансия не должна быть перегружена. Сейчас я доеду до этого. Дальше. Непредсказуемость, ну, то есть старайтесь делать вашу вакансию скучной. Конкретика, правдоподобность, авторитетность, эмоции и история. Быстренько пробегусь по всем этим мэммам. Простота. Пишите слова в один-три слога. Это сложное предложение. Не нужно перегружать вашу вакансию. Чем длиннее и сложнее текст, тем больше вероятность, что вашу вакансию просто закроют и не будут ее просматривать. Поэтому, вот. Чтобы кандидат, соответственно, мог быстро понять смысл написанного. Дальше. Непредсказуемость. Необычный формат описания вакансии привлекает внимание. Запоминается, если у вас совсем необычный формат, то начинается вирусный эффект, когда специалисты начинают шереть. Например, у нас в агентстве была давным-давно шутка такая, рекрутеры писали кандидатам, что когда только появился мем про сын маминой подруги, что типа хотела написать сыну маминой подруги, но увидела ваши резюмы и поняла, что надо написать вам. Вот девочки у нас писали. Какой-то разраб написал пост про это в Твиттере. Он собрал что-то 900 лайков или что-то такое за два дня. из агентства пытались сходить у тех рекрутеров, что не получилось, к слову. Поэтому да, в общем, это такой маленький момент, это именно в плане подката, но если вакансия у вас тоже интересная, то это очень хорошо на ней отразится. Обратите внимание, я здесь каждому из пунктов прибавил описание какое-то, которое мне показало, что оно подходит к данному тезису. Дальше, конкретика. Необходимо, если мы хотим, чтобы кандидаты могли представить себя в данной роли. Ну, то есть, чем более конкретно вы описываете, тем более понятно, более четко, тем проще кандидату, собственно, оказаться, представить себя на этом рабочем месте. Особенно хорошо, если у вас есть фотки стола, фотки коллектива, вы можете рассказать про руководителя, что вот ваш руководитель будет в Асе, он такой замечательный, он столько всего знает, он вас всему научит. Вот. Или там какая-нибудь Алена условная. Вы рассказываете про человека, сразу представляется образ уже какой. Это, ну, в общем, позволяет человеку приблизиться к тому, как он будет работать в компании. Дальше. Правдоподобность, кредибилити. Очень важно, что рекрутеры, часто рекрутеры пишут кандидатам, что типа, здравствуйте, у нас там какая-то лучшая компания, топовая, международная, еще что-нибудь такое. Проблема в этом в том, что, как бы сказать, это неправдоподобно звучит. То есть, приходит человек и начинает рассказывать вам, что сейчас будет самое лучшее, самое быстрое, самая большая зарплата, еще что-то такое. Это, ну, не верится. Поэтому, собственно, в этом конкретике, про который мы говорили сейчас, это создает правдоподобность. Чем больше у вас цифр, тем больше, чем больше у вас каких-то наград, еще чего-то, тем проще вам будет быть более правдоподобными для кандидата, чтобы он поверил, чтобы он понял, что ему интересна работа вашей компании. Дальше, авторитетность. Собственно, еще раз возвращаясь, чтобы авторитетность была, нужно, чтобы какой-то человек рассказал про свой опыт желать и, как бы сказать, чтобы было видно, что он знает, о чем он говорит. Это очень важно, потому что часто рекрутеры, опять же, не знают, о чем они говорят. У кандидатов есть свое представление о рынке, и когда рекрутер говорит, что вот у нас самая лучшая компания, для кандидата это может быть совершенно не так. Поэтому еще раз, нужно стараться отказываться от любых субъективных конструкций. Типа, вы будете работать в активно развивающейся инновационной компании. Вот тут прекрасный текст, опять же, от Андрея Виноградова, моего хорошего знакомого, так что вы можете его посмотреть. Дальше, эмоции. Люди чувствуют эмоции к другим людям, но не к абстракции. Поэтому, в общем, опять же, добавьте имя руководителя, рассказать, как он подходит к делам и проектам, что он любит делать помимо работы. И вообще, что коллектив любит делать. Может быть, у вас на столке есть какие-то пятничные пиццы, там, я не знаю, еще что-то такое. Это все очень важно, что создает эмоции. Последнее, это история. История очень просто рассказывает, как все начиналось, что сейчас и к чему идем. Все очень просто. Поэтому, чем больше, еще раз, у вас историй в ваших вакансиях, тем лучше они будут восприниматься рынком. Так вот, три способа использовать purpose для подбора персонала. Во-первых, purpose направленный на вакансию. Собственно, рассказывать простую, непредсказуемую, конкретную историю, в которой легко поверить. То есть, вы рассказываете про человека, который к вам трудоустроился и как ему хорошо, условно, с юмором, там с какими-то шутками, прибаутками, простым языком. И, в общем, используйте больше вы и ваш твой. Говорите про кандидата, не про себя. Все вакансии, я не знаю, если вы смотрели на шоколадку, если вы перевернете там состав, значит, и все вот это. Когда начинают писать, что нужно от кандидата, это показывает состав. А мне хочется посмотреть на красивую этикетку. Поэтому, еще раз, чтобы вакансия ваша была этикеткой, лучше, чтобы она была привлекательной. Дальше, purpose driven общение. Собственно, ну, вот вакансия рекрутера может, может, с вакансией рекрутера можно подкатывать так. Хотите помогать хорошим людям найти работу и зарабатывать отличные деньги, то, в общем, мне кажется, что это отличный вопрос, на который хочется сказать да. Соответственно, если вы пишете, ищите работу рекрутера, то это слабовано, особенно в современном мире. И purpose oriented бренда работодателя. Ну, тут очень просто посмотреть на свой карьерный портал, свои вакансии, и как вы коммуницируете purpose своих сотрудников. Спросите у сотрудников, зачем они у вас работают, что им нравится, какие потребности своя они закрывают. Они вам расскажут много очень интересного, что вы сможете коммуницировать. Поэтому, да, еще раз, хорошая история, это не ваша компания, а то, ради чего люди в ней работают, что они хотят достичь. Теперь быстренько про то, что лучше ищут, лучшие таланты на рынке. Большая проблема сейчас в вакансии, типа, ой, у нас такое комфортное место, у вас будет 100-500 подушек, мы вас там, я не знаю, будем опахалом обмахивать, кальян вам поставим, мы вообще будем делать что захотите. Это немножечко все уже от этого подустали. Лучшие кандидаты не хотят знать, как комфортно работать в вашей компании. Они хотят знать, какого дракона они помогут вам победить. И, собственно, очень важно говорить про трудности открыто и сообщать кандидатам, как они помогут помочь вашей компании при возможности трудностей. Собственно, очень просто. Рассказывайте, как вы победили непобедимые и что планируете сделать дальше. Какой там сложный, интересный, большой проект у вас был, как вы классно его закрыли и дальше вы хотите делать то-то-то. И главное, как кандидат данный, после всего, что я рассказал до этого, может вам помочь. В этом все. Соответственно, лучшие таланты хотят понять ваши сложности и как вы с ними боретесь. Что, значит, борьба продает, да, хардворк, хардворк. Лучшие бренды работодателей продают борьбу. Они хотят лучшие таланты, хотят получить опыт в реализации сложных проектов в сильной команде и, в общем, подумайте, в общем, про что ваша борьба. Два, это purpose, про который я уже много рассказал. Purpose, это подумайте, в общем, о своих почему. Почему мы что-то делаем, почему мы лучшие, почему у нас такие классные проекты, почему у нас такая классная команда. Дальше, прогресс. Рассказывайте, куда вы идете во всех вообще возможных репостатях. Напишите, что если у вас большая компания, как в Бирбанк, что у вас там есть стратегии на 50 лет, как стать лучшим банком на свете, еще что-то такое. Ну, в общем, лучшие кандидаты хотят двигать индустрию вперед. И личный рост. Подумайте о том, как ваши сложности помогут вашему кандидату стать лучше. Я сейчас быстро расскажу, да, что вот сейчас просто сходу придумаю пич за одну минуту. У нас был вот там какой-то проект X, мы его закрыли за 9 месяцев, хотя обещали за 15. Значит, сейчас у нас проект Y, который мы обещали закрыть за 20 месяцев и хотим за 8. Значит, мы сделали то, то, то. Мы сделали там самый умный искусственный интеллект, который там смотрит, как люди едят, я не знаю, сейчас у нас есть задача расширить этот искусственный интеллект на сферу финансов, поэтому, в общем, давайте к нам, это очень интересно, мы сделаем какие-то вот такие проекты. Через год мы хотим сделать проекты Y, Z, Y, там, я не знаю, еще что-то такое, и, в общем, A, B, C, и вы можете нам с этим помочь. Собственно, когда вы нам поможете, вы сможете учиться в лучшей команде специалистов по искусственному интеллекту, которые смотрят как люди едят, и вывести, стать, значит, узнаете такие-то вещи за этот период. Все, пожалуйста, очень просто. Человеку сразу понятно, зачем он вам нужен, и подходит ли он. Шесть мест, где стоит развивать ваш HR-бренд. Первое, это ваш карьерный портал, абсурдным образом. Старайтесь, еще раз, внутренний найм, это очень, не только внутренний найм, а вообще, в принципе, если ваши сотрудники зовут к вам людей, значит, у вас отличный HR-бренд. Если они говорят, пойдем к нам работать, у нас очень клево, то у вас, значит, отличный HR-бренд. Да, у меня время уже подходит, видимо, к концу, я быстренько закончу. Два, это LinkedIn, до сих пор остается одним из лучших сайтов для развития HR-бренда, особенно за рубежом. Три, реферальная программа, очень важно, чтобы ваши сотрудники знали, что им будет, если они кого-то приведут в компанию. Четыре, социальные сети сотрудников, вы берите там трех-четырех человек, которые хорошо о себе пишут, вы вообще умеете с такой поставленной речью, и попросите их раз в неделю, раз в месяц писать что-то о работе компании. Очень хорошо работает Instagram и очень хорошо работает интернет. В общем, эти места все я уже не буду, к сожалению, извините, останавливаться подробно, буду переходить к концу презентации. Собственно, Employer Branding это то, как кандидаты видят вас как работодатель. Поэтому, первое, разберитесь с целью, поймите вообще, чего вы хотите. Два, изучите рынок кандидатов, посмотрите, что другие компании предлагают, это очень легко. Посмотрите, выберите тех, кто наиболее конкурентен для вас в плане подбора и посмотрите, что они предлагают такого, чего у вас нет. Или как они это предлагают. Может быть, у них вообще все хуже гораздо, чем у вас, но почему-то они умудряются, тем не менее, механические специалисты. Три, сформируйте стратегию. Ну, собственно, стратегия это путь к этому цели. Это очень просто. Четыре, построите инфраструктуру для коммуницирования бренда. Собственно, выберите те платформы, через которые вы будете со своими соискателями общаться. Опять же, если вы все это изучите, если вы посмотрите, что конкуренты предлагают и где, вы очень быстро поймете, что, например, у вас, 90% ваших кандидатов есть в Инстаграм, но при этом ни один конкурент ваш в Инстаграме не брендится. Запускайте бренд и постоянно оптимизируйте. Согласно недавнему вопросу Glassdoor, 84% кандидатов ушли бы со своей нынешней должности в компанию с брендом проопоказания. Вот так. Под этим штатом. Собственно, давайте быстренько посмотрим, как это делать. Шаг первый. Разберите с целями компании. Надо нанять 120 человек. У нас 12 месяцев срок проекта и 1,2 млн рублей бюджет проекта. Это очень просто. Делим все на все и получаем, что у нас в месяц 100 тысяч рублей и надо нанять 10 человек. Вот и все. Вот ваш бюджет. Можно дальше подумать, как вы этот бюджет распределились, какие сферы вы его потратите. Можете бесплатно рекламироваться, попробовать раскрутить условно бесплатно, нанять человека, который будет вам раскручивать Инстаграм. Можно антр купить, а можно еще что-то такое сделать. Вы должны понимать, где ваша аудитория обитает, что ей интересно. Два. Поймите свои цели и сопоставьте проекты вашего идеального кандидата. Ну, учтите, в общем-то, сайт, еще раз, компания-доноры, компания-конкуренты в борьбе за таланты, получили вакансии на рынке, чему вы можете у них научиться. EVP. Ценностное предложение для ваших сотрудников. Почему я должен работать на вас, отвечать на вопросы? Собственно, собирайте еще раз все, что я вам рассказал в одну, в один лист А4, вот, пожалуйста, ваш EVP, можете легко из него уже потом сокращать и выделывайте все там в одну-две фразы. Собственно, делайте классные дела, которые имеют значение, а в Goldman Sachs вы окажете влияние. Вот, пожалуйста. Сформулируйте стратегию, и, собственно, выбирайте, теперь, когда у вас все поделилось, да, вам понятно, что у вас, какой у вас бюджет в месяц, сколько вам человек нужно нанять, какие вам усилия нужны, вы должны понимать, что это вообще реализуемо, ну, и, в общем, формулируйте, что смотрите, что, например, в августе у нас просадка и в декабре, значит, в августе-декабре мы не сможем нанимать столько народа, значит, нам надо не по 10 нанимать в месяц, а в дыбе по 12, ну, и так далее, в общем. Бюджет, опять же, пропишите, условно, хэдкантер стоит только-то, там, вакансия на каких-то ресурсах стоит только-то, ну, и, в общем, вот получается, что мы укладываемся в бюджет или не укладываемся, в общем, всегда смотришь на такие вещи. И аналитика, обязательно смотрите, какие параметры будете отслеживать, ну, опять же, все очень просто, да, тут, когда вы все так разделили, то все быстро и понятно, просто и понятно, извините. Четыре, построите инфраструктуру для коммуницирования, правда? Собственно, пишите бонусы, какие, почему у вас хорошо работать, крупные клиенты, очень важно, социальная значимость, канал информирования, правильный контент. Можете рассказать, как вы помогаете людям, ну, в общем, все, что вы брали до этого, здесь тоже употребили, то, что я рассказывал. И создайте контентную стратегию. Собственно, причина, да, очень простая. Что волнует аудиторию, что означает мой бренд. Вот и все. быстро и коротко можете построить контент-стратегию, рассказав еще раз, взяв свой EVP и изучив рынок кандидатов, что их интересует. Запускайте бренд. Собственно, да, тут с контент-стратегией все очень просто. Если вы сначала расскажете про компанию, почему у вас хорошо работать, а дальше, ну, постепенно просто уже про все должности подряд. Надо от большого к маленькому постепенно знакомить людей. Поэтому, да, еще раз, вы выбираете приоритетный канал и подумайте, что хотите рассказать первым делом. Вы все не сможете рассказать. Поэтому нужно понять, что вы сказали вначале, что попозже. Вот даже просто в этих двух параметрах уже хорошо. И выбирайте приоритетный канал. Шесть это оптимизируйте, оптимизируйте, оптимизируйте. Какой-то месяц, но удалось вам нанять не 10 человек, а 20, замечательно, посмотрите, почему так, что помогло. Исследуйте свой же опыт, исследуйте чужой опыт, спрашивайте друзей. Ну и, в общем, вы постоянно изменяете и все будет хорошо. Бренды, на которые стоит обратить внимание. Тут на некоторые есть ссылки, на некоторые нет. Ну, в общем, это те, которые очень хорошо в свое время зашли с брендом и собрали огромное количество резюме. Последнее мое объявление, наверное. Мы с Александром Красом в компании Frontwork создаем курс про то, как стать профессиональным IT-рекрутером. Он подойдет всем, тем, кто хочет. Вообще, мы будем про рекрутмент на примере IT говорить. Мы будем говорить про все. Мы будем говорить про то, как отслеживать аналитику, про то, как писать буллин-серчи, про то, как искать в электрине там в моем круге. Я не знаю все. Как, в общем, стать очень крутым рекрутером. И мы будем все это делать на примере IT. То есть мы будем вам рассказывать, какие вообще существуют программисты, как они пишут код, что вообще такое код, зачем он нужен, потому что большинство рекрутеров, к сожалению, даже IT-код не видели. И, в общем, это большая проблема, я считаю. И в том числе будем с вами писать даже немножечко кода, чтобы вы попробовали, как это вообще будет работать, как это вообще работает, что такое, в чем состоит работа программистов. Я думаю, сейчас мои коллеги скинут ссылочку в чат, чтобы вы могли ознакомиться. В общем, мы еще раз, мы будем делать, будем стараться сделать. Я этот курс уже достаточно давно веду, но, к сожалению, мне, наверное, не хватало немножечко экспертизы со стороны компании технической, которая бы автоматизировала подбор. И вот теперь такая экспертиза есть в лице Александра Краса. Я думаю, что этот будет один точно один из лучших курсов, если не лучший на рынке. И мы очень рады вам его представить. Поэтому приходите к нам на вебинар, он состоится, я думаю, сейчас скинут информацию про наш вебинар. В 9 числа он должен состояться. Вот мои контакты. Пожалуйста, пишите. Еще раз с вами был Никита Цурков, директор продукта компании Friendwork. Я готов быстренько ответить на вопрос. Спасибо. Никита, спасибо тебе большое. Прекрасное выступление. У нас уже есть первый вопрос. Стоит ли бороться и как бороться с негативными отзывами о компании? Как бороться с негативными отзывами о компании? Вопрос хороший. Много разных вариантов ответа на него есть. Я со своей стороны бы сказал, что сделайте что-то хорошо. Исправьте самую главную... Посмотрите какие-то негативные отзывы. Исправьте самую главную проблему, которая там есть. Не знаю, если это руководитель, который кричит на подчиненных, ну, отодвиньте его чуть-чуть. Ставьте какую-то прослойку между ним и подчиненным. Если это, я не знаю... Ну, в общем, с негативом всегда просто посредством улучшения условий, которые есть в компании, вы их улучшаете и коммуницируете. И все. Тут все достаточно просто. Не нужно усложнять. Субтитры создавал DimaTorzok